Редактор субтитров А.Семкин Генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Раиль Сарбаев. Раиль Салисов, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, конечно же, по уровню привлеченных инвестиций. Вообще, каков объем по этому году, по первому полугодию? Радий Фаридович в одном из интервью говорил, что в первом квартале удалось нарастить этот самый объем. Но если в целом по первому полугодию, каковы показатели? Ну, первого показателя еще, будем говорить, первого полугодия показателей, это их нет. Мы можем только предполагать, и, соответственно, те цифры, которые у нас были, их, ну, наверное, консолидировано высказать. Но отчетных данных на сегодняшний день нет. А есть первый квартал, это 40 миллиардов, 4,3 процента. Если с бюджетными инвестициями, то это порядка 5,2 процента. А, значит, второй квартал, он более активный. И мы считаем, что во втором квартале эта цифра будет удвоена. Поэтому первое полугодие, конечно, он несравнимо больше с полугодием 2018 года. Поэтому показатели, надо сказать, неплохие. Но если здесь тогда говорить, получается, так активненько взялись за эту сферу, получается, прошлые годы как-то, ну, не особо, что ли, уделяли этому внимание? Ну, за прошлые годы, наверное, мне сложно что-либо говорить. Но, значит, сегодня, влившись в команду радиого речи Шахабирова, я могу сказать, что, значит, эти вопросы, они в приоритете. И, соответственно, этими вопросами ежедневно, ежечасно, в реальном режиме в республике занимается сам глава. Ну, и, значит, я не говорю только об инвестиционных мероприятиях или инвестиционном часе, которые проходят. Это, само собой, очень много туда проектов сегодня приходит. Многие проекты приходится, значит, отсевать, многие проекты приходится дорабатывать. Но, во всяком случае, наплыв проектов довольно большой. Ну, вот если вообще говорить тогда, вот, по примеру, корпорации развития республики Башкортостан, да, то тоже стали ли к вам обращаться предприниматели? И, в принципе, больше ли стало этих самых обращений? Ну, я что могу сказать? За первые полугодия 2018 года этих было обращений порядка 50. Значит, за первые полугодия 2018 года, я еще раз повторяю. За первый квартал, значит, 2019 года этих обращений было порядка 107. То есть, это было... Конечно, какая-то часть этих проектов, значит, они нереальные, они очень сложные. Соответственно, мы никого не отталкиваем, на все просьбы реагируем. Но, значит, сегодня взять, это и заниматься, воплощать в жизнь, значит, эти проекты, конечно, нереально. Поэтому из тех проектов, которые сегодня есть, их в полтора раза больше, чем в прошлом году, значит, я думаю, что реально порядка 20-30% можно сегодня воплотить в жизнь. Соответственно, мы этими вопросами занимаемся, мы, значит, проводим расчеты, значит, делаем финансовую модель. Соответственно, значит, всю финансовую часть мы подготавливаем и, значит, обсуждаем с теми инвесторами, которые сегодня приходят в корпорацию. Ну, вот если вообще говорить по инструментарию, да, понятно, что обращений становится больше, но, тем не менее, в республике и у вас, в корпорации развития хватает ли, так скажем, рычагов, да, отработать все эти заявки, ну и, соответственно, помочь предпринимателям, будут действительно реализовать свои проекты на нашей территории? Ну, рычагов, я думаю, что сегодня достаточно, потому что в целом фон такой положительный. И за волокиту, значит, за игнорирование тех или иных вопросов, значит, со стороны руководства республики спрос очень серьезный. Ну, и надо сказать, что мы не только сегодня занимаемся новыми проектами. Мы реанимируем те проекты, которые, значит, на слуху уже десятилетия, но по тем или иным причинам, значит, эти проекты находились, ну, в зачаточном состоянии или просто ими не занимались. Если вы помните, последнее, значит, подписание, это бизнес-форум за Урале или инвестиционный с Абантой, Радий Фарич подписал соглашение с Уральской горнометаллургической компанией, значит, на инвестирование, разработки медных колчеданных руд на Подольском месторождении. Соответственно, значит, проект, или, вернее всего, работы по данному месторождению начинались еще 10 лет назад, значит, по тем или иным причинам, значит, эти проекты были приостановлены. Сегодня, значит, мы реально уверенно можем сказать, что в текущем году, значит, этот проект сдвинется с места. А это немало, немного, 50 миллиардов. Сегодня на первые 20 миллиардов финансирования открыто, будет подписано еще на 21 миллиард, которые будут направлены на разработку Подольского месторождения. А это немало, немного, опять порядка полутора тысяч рабочих мест. Значит, это, ну и это сегодня дополнительное поступление в бюджеты всех уровней. Много разговоров идет о том, что у нас проблемы с Ибая сегодня не закрыты, по карьеру не закрыты. Я могу сказать, что оставшиеся месторождения, которые есть на территории Заурали, они все будут добываться подземным способом. Для открытой добычи сегодня месторождений в целом в республике, значит, их нет. Они выработаны и в той или иной степени находятся в консервации. А вот если говорить про территориальную такую составляющую, да, все-таки частенько ходит такая информация относительно того, что предприниматели, которые хотят зайти в республику, исключительно ориентируются, я не знаю, там, на Уфустер, Литамак и крупные города. Но вот вы работаете непосредственно с заявками, все-таки действительно это так? Или все-таки вот удается, ну, по крайней мере, распределять их по всей территории, так, чтобы предприятия создавались по всем районам региона? Ну, вы знаете, вот на самом деле, ведь любой предприниматель стремится на ту территорию, где сегодня численность населения довольно большая. Поэтому ведь в целом, мы сегодня говорят, если численность меньше полутора-двух миллионов, то большие промышленные предприятия, в том числе и торговые точки, значит, открывать смысла большого нет. Поэтому, конечно, большие предприятия, значит, такие, будем говорить, федеральные игроки, они стараются сегодня быть ближе к мегаполисам, значит, там, где есть развитая инфраструктура, значит, транспортная составляющая, значит, приличная железная дорога присутствует. Ну, и, соответственно, значит, очень проектов много вокруг, значит, этих мегаполисов. Но мы сегодня все-таки смотрим эти проекты. Одно дело маленькие, а другое дело очень большие. Значит, если мы сегодня за Урале занимаемся, значит, горнородными вопросами, то в Нептикамске, значит, занимаемся и ставим вопрос. И я думаю, что в июле месяце Радифарич Хабиров встретится с генеральным директором КАМАЗа, Сергеем Анатольевичем Кагубином. Еще раз вопрос обсудят производство электробусов на территории города Нептикамск. Значит, это целое производство, это порядка 50 тысяч квадратных метров площадей, это дополнительная занятость населения, значит, северо-востока, востока. Ну, у меня тогда заключительный вопрос. Вот, понятно, что очень активно включились в эту работу, привлечение инвестиций. Но другие институты, которые предлагают финансовую поддержку, да, будь то фонд развития предпринимательства, там, да, и поддержки предпринимательства, тоже включаются вместе с вами? Вот видят вот этот вот тренд на то, что действительно инвестиции нужно привлекать и нужно предпринимателям помогать в развитии? Ну, я думаю, что в целом такая обстановка сегодня в республике создана. Значит, конечно, само собой, до первого лица все дойти не могут, это физически просто невозможно. Но при этом Радий Фарич, он очень, значит, быстро, оперативно реагирует на все запросы, которые сегодня, значит, есть. Поэтому в этой части, значит, я думаю, что каких-то проблем нет. В части, значит, финансирования, субсидирования из федерального бюджета, я понимаю, речь идет о 315-м постановлении правительства, 1118-м постановлении правительства и 856-е, по-моему, если не изменяет память, постановлении правительства Российской Федерации. Мы по ним сегодня 6 заявок, значит, подали. Они сегодня находятся на рассмотрении. По перечню то, что было необходимо, значит, мы подали, значит, заявились. Сейчас идет, ну, будем говорить, мы устраняем те замечания, которые есть по проектно-сметной документации. Значит, какая-то часть сегодня проектно-сметной документации, я могу точно сказать, что это, значит, два индустриальных парка, по ним, значит, проекты есть, мы их сейчас донесем, значит, по остальным, значит, идут предпроектные и проектные работы. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на то, что федеральный бюджет в следующем году в освоении наших индустриальных парков, значит, территория опережающего развития, значит, ну и само собой по свободной экономической зоне, значит, соответственно, значит, в какой-то части финансирование бюджета республики будет облегчено за счет тех субсидий, которые предусмотрены Российской Федерацией. Ну и в случае перспективы у нас в части привлечения инвестиций только исключительно положительные, все верно? Ну, знаете, здесь, значит, другого просто варианта нет. Значит, у нас все равно, так или иначе, социальные расходы растут, все равно ведь у населения есть запрос на более высококвалифицированную помощь, и медицинскую помощь, и, значит, в сфере образования, и лекарственного обеспечения, и дорог, и газификации, значит, и путепроводов, и мостов. Ну, то есть, все равно люди сегодня более требовательны, и, соответственно, ставят вопросы очень жестко. Для того, чтобы все это было, само собой должен быть очень сильный бюджет. Значит, мы должны все понимать о том, что, значит, любая инвестиционная составляющая, любое вложение сегодня средств, значит, это послезавтра большая отдача в бюджет республики. Ну, будем надеяться, что все-таки чаяния и предприниматели оправдаются, и они смогут развивать свои предприятия, ну, и, соответственно, инвестиций будет много больше у нас в республике. Вам спасибо большое. Напомню, у нас в гостях сегодня был генеральный директор корпорации развития республики Башкортостана Раиль Сарбаев. Ну, а телезрителям хотим напомнить, что вот вопрос привлечения инвестиций действительно приоритетный для региона, ну, и как в целом для страны, поэтому власти республики сегодня готовы, так скажем, холить и лелеять, предприниматели готовы вкладываться в наш регион, поэтому все, кто хочет начинать свое дело, в обязательном порядке приходите со своими вопросами в корпорацию развития республики, тоже будут готовы помочь вам, ну, и, соответственно, реализовать свой проект в Башкортостане. Смотрите главный телеканал республики, будьте в курсе этих событий, не переключайтесь.